Здравствуйте! С вами на радио Свобода и телеканале Настоящее время программа Деньги на Свободе. Я ее ведущий Максим Блант. Сегодня обойдусь без долгих предисловий. Времени жалко, потому что сегодня в моей программе своим взглядом на последние события перспективы российской, да и не только российской экономики, поделился экономист Сергей Алексашенко. Полную версию интервью с ним мы выложим отдельно на Ютьюбе и в нашем Телеграм-канале. Кстати, хочу еще раз про него напомнить. Телеграм-канал Блант на Свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Подкоп под доллар. Почему финансовая революция пока не актуальна? Деньги для чайников. Получат ли белоусов 100 миллиардов? Девальвация и благосостояние. Какое ведомство поборет бедность? Кризис кончился, кризис начинается. Чего ждать от сворачивания стимулов? Закончился Петербургский международный экономический форум. В отличие от меня, у моего сегодняшнего собеседника, блестящего экономиста Сергея Алексашенко, изначально никаких ожиданий не было. Честно говоря, у меня не было в отношении Петербургского форума. Никаких завышенных ожиданий, даже заниженных ожиданий не было. Мне кажется, что уже несколько лет подряд, не считая пропущенного ковидного года, это достаточно пустое мероприятие. И единственная интрига, которая вообще содержится, это сделают российские чиновники какие-то заявления о каких-то шагах или не сделают. Форумы бывают разные. Понятно, что начиная с 2015 года иностранные инвесторы, ради которых, собственно говоря, форум затевался, которые не инвестировали в Россию, они на форум перестали приезжать. Все понимают, что риск, санкционный риск, политический риск инвестиций в Россию запредельно высок. Россия медом не намазана. Есть другие страны, куда можно инвестировать не менее удачно, не менее прибыльно, не менее эффективно. Ну вот поэтому на форуме представлены те иностранные компании, которые уже в России работают, которым, собственно говоря, с подводной лодки деться некуда, не приедешь, значит, к тебе придет доктор или налоговая проверка или полковник ФСБ. Поэтому мне кажется, что это такое достаточно ритуально-техническое мероприятие, и вряд ли мы о нем будем говорить уже через месяц. И тем не менее, от выступления Владимира Путина на пленарной сессии ждали хоть какой-то политической определенности. Однако главный спикер предпочел сосредоточиться на внутренних экономических вопросах. Тут у нас оказывается все в порядке, а перспективы и вовсе головокружительные. Пандемию прошли с минимальными потерями. Расти будем за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру. Регионам поможем деньгами. Они, в свою очередь, должны создать благоприятные условия для крупных инвесторов. Малому бизнесу тоже поможем. И будем бороться с глобальным потеплением. А уж когда заработает международный рынок углеродных единиц, вот тут и заживем с нашими-то лесами. О предстоящей встрече с президентом Джо Байденом практически ни слова. Почему, объясняет Сергей Алексашенко. Владимир Путин достаточно закрытый политик. И он не любит раскрывать карты заранее. Для него любые переговоры с президентом США, ну или любые другие какие-то важные действия, это кадровые изменения, да, это спецоперация. И они должны знать очень ограниченный круг людей. И не для того Путин едет встречаться с Байденом, чтобы за две недели до этого всему миру рассказать, какие козырные карты или некозырные карты у него есть, и с чего он собирается ходить. Тем не менее, какой-никакой козырь в рукаве Путин все же продемонстрировал, когда уже после официальных выступлений речь зашла о долларе как мировой резервной валюте. Если имитент в данном случае Соединённые Штаты свою национальную валюту не ценит её как международную резервную, а судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы, это наносит ущерб, конечно, доллару как резервной валюте мировой. Если посмотреть то, что происходит, это не наши оценки, это оценки Мирового банка, других международных институтов. Сокращаются и золотовалютные резервы многих стран мира, в том числе союзников США в долларах, сокращаются, и расчёты в долларах сокращаются. Но наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к доллару больше привязана нефть, потому что нефть – биржевой товар, газ – не биржевой товар. Поэтому в целом мы готовы рассматривать возможности расчётов и в национальных валютах. Мы со многими странами это делаем сейчас, нашими партнёрами. Готовы говорить о расчётах в евро. И евро для нас абсолютно приемлем в расчётах по газу. Это можно делать, конечно, и, наверное, нужно делать. Но если нефтеника уйдут от расчётов в доллары, это будет очень серьёзным ударом по доллару, как по резервной валюте мировой. Очень серьёзным. Пока нефтью и газом торгуем за доллары, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А в качестве предупредительного выстрела откажемся от долларов в правительственных резервах. Министр финансов Антон Силуанов на форуме заявил, что в течение месяца структура Фонда национального благосостояния изменится. От доллара, который до недавнего времени занимал 35% резервов, избавится. Зато ещё по 5% накинут евро, юаню и британскому фунту. Кроме того, впервые в состав ФНБ включат золото, причём его доля сразу составит 20%. Решение это продиктовано не только желанием пошатнуть позиции доллара, считает Олег Саченко. Из всего, что произошло на форуме, мне кажется, нужно обратить внимание, или можно обратить внимание, на решение Минфина отказаться от использования долларов в инвестициях Фонда национального благосостояния. Потому что единственная мотивация это сделать, это что Минфин опасается санкций, и что санкции могут быть настолько серьёзными, и что они затронут деньги. На самом деле, это же счета Центрального банка, что опасаются того, что американцы могут заблокировать счета Центрального банка, и тогда средства Фонда национального благосостояния окажутся замороженными. Но с другой стороны, ведь Центральный банк свои долларовые активы, долларовые резервы не переводит никуда, потому что весь валютный рынок держится на долларах, и Центральный банк этого просто технически сделать, конечно, не может. И в этом отношении, с одной стороны, вроде как боятся таких санкций, замораживание счетов Центрального банка, это уже такая ядерная бомба в экономических отношениях, это очень сильный удар, потому что после этого весь российский валютный рынок летит в тартарары, и начинается какой-то сплошной хаос. Или мы считаем, что это демонстративное действие российских властей, Кремля, Путина, сказать, что они нужны нам ваши доллары, мы выше этого, и знайте, что у нас есть такое секретное оружие, что мы продадим сейчас эти 30-35 миллиардов долларов, и вся мировая экономика перевернется и отвернется от долларов. Знаете, когда у России на пике было американских казначейских обязательств где-то чуть меньше 100 миллиардов долларов, а у Китая 2,5 триллиона, в общем, понятно, что весовые категории совершенно разные. Российский Центральный банк продал за эти годы практически все свои казначейские бумаги американские, и сделал это достаточно плавно, технически, и он не может отказаться от инвестиций в долларах, соответственно, там есть, видимо, облигации американских банков или какие-то краткосрочные обязательства американских банков, может даже корпоративные облигации. Но сказать, что на американском рынке казначейских обязательств, которые иностранные инвесторы плюс американские негосударственные инвесторы, это, наверное, триллионов под 10, вот сказать, что там 100 миллиардов долларов могут сыграть какую-то ключевую роль, но когда Федеральная резервная система каждый месяц выкупает по 120 миллиардов, а год назад мы увидели, что они просто в один день на 700 миллиардов закачали, понятно, что это явно испугать мышиным хвостиком кошку, например. Поэтому, конечно, относиться всерьез к этому невозможно. К доллару и возможным последствиям сворачивания стимулов я вернусь чуть позже, а пока еще об одной теме, которая обсуждалась в том числе и на форуме в Петербурге. За два дня до открытия Петербургского форума в интервью телеканала РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги, цитирую, нахлобучили государство на 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эту сумму в бюджет, причем должны сами придумать, как технически это сделать. Комментирует этот, с позволения сказать, инцидент Сергей Алексашенко. Российские бизнесмены, они не являются полноценными, полноправными собственниками. Вот вся собственность, которая у них есть, она и ими, и Путином трактуется, как мы вам дали временно это поддержать и побыть бенефициарами. То есть вы можете управлять это, в текущем режиме управлять деятельностью этих активов, компаний, можете зарабатывать деньги, можете получать прибыль, можете даже ее себе забирать. Но как только мы вам скажем, что это нужно кому-то продать, вы должны вскочить, побежать и продать. Если кто-то захочет почему-то сам продать, он не может пойти найти покупателя, он должен прийти к нам, и мы скажем, можно ли продать. А если можно, то кому и по какой цене. Ну и собственно вот таких случаев было много, там самый последний, там самый яркий, это Евслушенков и Башнефть, АФК-система, к которым просто пришли и сказали, продавай, нас поставили ценник, он сказал, не буду, ну и мы все знаем, что случилось дальше. Поэтому, конечно, люди в этом отношении не самостоятельные. И все это хорошо понимают. То есть это не является какой-то тайной за семью печатями, каким-то философским откровением. Все это хорошо, все правила игры хорошо понимают. И в этом отношении, конечно, и Глаусов об этом тоже хорошо знает. И он пытается, знаете, сыграть роль доминантного самца. То есть вот даже можно посмотреть, как он там сидит, развалившись, и вот так вот. Я сейчас вам покажу, как вы должны, ну это почти, что, правильное слово, холопы, я вам расскажу, как надо себя вести. Вот я вам сказал 100 миллиардов на 100, значит, прибежали, быстро положили, нечего спорить. Но мне кажется, что он несколько переоценил свои возможности, потому что, конечно, вот те олигархи, крупные бизнесмены, те миллиардеры, которые владеют теми компаниями, контрольными пакетами этих компаний, на которые пытаются наехать Глаусов, они, ну, как говорится, не первый день на свете живут, да, и очень хорошо понимают российские политические реалии, у них огромное количество лоббистов, и они уже выстроили стратегию защиты, они уже понимают, что в конечном итоге решение будет принимать Путин, понимают, как на него нужно воздействовать, какие аргументы ему нужно положить на стол, и, собственно говоря, вот эта вся линия защиты, она уже объявлена и озвучена, что, да, конечно, все хорошо, там, ну, во-первых, нехорошо нас пугать, нехорошо там с нами разбираться, да, в таком режиме, а во-вторых, смотрите, мы в первой половине 21-го года заплатили налогов на 350 миллиардов рублей больше, чем заплатили год назад, вот это там в три раза превышает тот ценник, который нам поставил Белаусов, мы считаем, что мы в расчете, ну, и кроме того, если вас волнует стоимость металла на ваших стройках, давайте мы по оптовой цене будете закупать у нас большие партии, мы вам с радостью все это дело продадим, да, поэтому мне кажется, что вот с одной стороны, да, мы можем говорить о том, что Белаусов вот со своим таким лобовым носорожьим наездом, он, видимо, все-таки отлетит как бильярдный шар от стены или от другого бильярдного шара, вот, но с другой стороны, понятно, что когда сюжет выйдет на уровень Путина, да, то он может либо согласиться с тем, что 350 миллиардов это достаточно, либо скажет, знаете, там, дайте еще там 50. Собственно, примерно это и произошло. Путин уже высказался, причем, как всегда, неоднозначно. Что касается металлургов, то я прошу коллег, я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рымовича, он в таком запале, дискуссионном, может быть, высказался несколько рисковато, но дело в чем? Дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы. Это очевидная вещь. Значит, это приводит к… и хочет, конечно, такие же доходы, такие же сверхдоходы получать не только на экспорте, но и внутри страны. Ну, и понять их можно, но что же терять деньги-то, да, если их можно заработать. С другой стороны, это приводит к некоторым перекосам в экономике. Так что торт с металлургами, судя по всему, продолжается. А теперь о том, чего не было на Питерском форуме, но что куда важнее для кошельков россиян, чем устремленная в будущее низкоуглеродная экологическая повестка. Буквально несколько цифр, которые многое объясняют. До начала пандемии нефтяные котировки колебались в районе 60 долларов за баррель, а доллар стоил примерно 60 рублей. Сейчас нефть 70+, и доллар тоже 70+. Для экспортеров нефти лучшего и желать не стоит. Для всех остальных дополнительный, как выражается в Банке России, проинфляционный фактор. О том, какие еще цифры изменились в России за год пандемии, в коротком сюжете Артема Радыгина. Цена на нефть держится около 70 долларов за баррель. На прошлой неделе она даже добралась до 72. Но доллар в России не становится дешевле. Его цена все еще выше 72 рублей. Зато в России растут цены на бензин. Почти 50 рублей за литр 95-го. Еще два года назад до пандемии его можно было купить на 5 рублей дешевле. Драгоценные металлы золото, серебро, палладий, платина тоже выросли в цене. Почти в полтора-два раза. Подорожали в России и продукты. За последние два года рубль обесценился больше, чем на 7%. Минимальный набор продуктов при этом подорожал почти на 1000 рублей. Квадратный метр жилья по стране подорожал почти на 20%. В дальневосточном и центральном округах почти на 50%. Как отмечает ЦБ, в 2021 году уровень закредитованности россиян поднялся выше исторического максимума. На данный момент долговая нагрузка на население выше 12%. Центробанк даже попытался повысить ставку после большого числа ипотечных кредитов в 2020-м. Но даже с повышенной ставкой россияне стабильно продолжают влезать в долги. Общий объем кредитов для физических лиц после пандемии вырос почти на 14%. А реальный заработок россиян уменьшился почти на 4%. И снова комментарий Сергея Алексашенко о девальвации и инфляции. Особенность российской экономики или специфика ведь она безумно зависит от сырья от экспорта сырья и это хорошо известно 50% экспорта это нефть и нефтепродукты. Вот что говорить и каждый экономический кризис который в России случается он приводит к тому что рубль девальвируется а в обратную сторону не хочет и вот он так скачками раз упал кризис и объяснить наверное тоже достаточно просто ведь в конечном итоге курс доллара это одна из цена одна из важных цен существующих в экономике то есть это цена иностранной валюты это цена по которой вы можете взаимодействовать с внешним миром вы можете покупать валюту на которую вы можете купить вообще все то что в России не производится и вот в рыночной экономике цена это инструмент восстановления сбалансированности да и вот получается так что с каждым кризисом с каждым кризисом в российской экономике что-то сдвигается российская экономика становится менее конкурентоспособной в российской экономике возникают какие-то очередные дыры очередные провалы и вот для того чтобы ситуацию сбалансировать экономика сама опять без какого-либо приказа естественным инструментом балансировки выступает курс рубля все эконометрические модели, расчеты от разных экспертов, которые проводились в России, они достаточно четко говорят о том, что это дорога с односторонним движением. То есть, если рубль ослабевает, если рубль девальвируется, то с коэффициентом 10 к 1 ускоряется потребительская инфляция. То есть, на каждые 10% девальвации рубля, соответственно, на 1% вырастает годовая инфляция. Это соотношение достаточно устойчиво на разных периодах времени проверено. А в обратную сторону это не работает. То есть, укрепление рубля не приводит к замедлению инфляции. Вот такая механика, так это работает. Проблема в том, что инфляция это дополнительный налог на бедных. Известное определение, не я его придумал. Я еще в прошлой программе начал говорить о чрезвычайно низкой эффективности российской системы социальной защиты. Опять же, к такому выводу пришел не я один, а еще и эксперты Всемирного банка. Они же предложили изменить подход к борьбе с бедностью и ввести минимальный гарантированный доход. Сегодня своим взглядом на проблему бедности делится Сергей Алексашин. Система, описанная Всемирным банком, вполне логичная, вполне понятная и правильная. То есть, если у вас есть самые бедные, есть деньги для того, чтобы помогать самым бедным, в общем, желательно эти деньги направлять в эту категорию. И если у вас этих денег много, конечно, хорошо, что вы там будете помогать не 12%, самым малообеспеченных, а принимать планку 15% или, может быть, даже 20%. Но, конечно, первая задача – это вытащить тех, кто в самом низу, явно обеспечить какой-то уровень жизни. Насколько я понимаю, в России пытаются создать то, что называется социальное казначейство, которое должно будет выполнять именно такие функции. Ведь для того, чтобы осуществить вот эту программу адресной социальной помощи, вы должны очень четко идентифицировать семьи, идентифицировать их доходы, и количество членов семьи, и понять, соответствует или не соответствует. Мне кажется, что при всей мощи российской системы слежения за населением, она работает в какую-то другую сторону. То есть, за аккаунтами в социальных сетях российские власти следить умеют, и с удовольствием этим занимаются. За банковскими счетами. За банковскими счетами тоже, да. А вот за уровнем жизни населения, за тем, в каких условиях живут семьи, как-то вот не хочется этим заниматься. За это же звездочки на погоне. Здесь, ведь вот там слежением зоополитической оппозиции, да, там занимаются люди, которые там вот кого-то выследили, придумали какое-то преступление, получили звездочку, премию, погоны. А здесь вот сидят люди, условно, в Минсоцзащиту, или как он там сейчас называется, да. Вот они должны свою работу делать. Вот они там, они могут ее так делать, они могут ничего не менять и получать свою зарплату. Они могут пыжиться, тужиться и внедрять вот эту систему социального казначейства и то, что описано в Всемирный банк, и при этом у них ничего не изменится. У них зарплата будет то же самое. У них должности будут те же самые. У них никакое продвижение по службе не пройдет. А зачем тогда все это делать? Действительно, зачем, когда есть другой, гораздо более простой способ вдвое снизить уровень бедности и выполнить национальную цель? У нас для того, чтобы сократить бедность вдвое, для этого есть Росстат. Стран, в которых доходы распределяются абсолютно равномерно и ровно, их не бывает. В любой стране, как бы она ни называлась, как бы она ни была устроена, есть люди, у которых жизнь на уровне выше, есть люди, у которых жизнь на уровне ниже. И вы всегда можете построить распределение населения по уровню жизни. И всегда будут люди, которые живут хуже всех. В любой стране, в Швеции, в Финляндии, в Америке, в Франции, в Уганде, в Мозамбике, везде, в любой стране это будет так. И всегда можно договориться о том, что черта бедности проходит здесь, но если ее поднимешь, она будет проходить на уровне 13%. Если ты ее опустишь, она будет проходить на уровне 12%. Если еще поднимешь, то на уровне 18%. Но это неизбежно. Это просто неравенство в распределении доходов. Поэтому сказать, что мы хотим снизить с 13% до 6%, ну или в миллионах людей можно тоже посчитать, с 22 миллионов до 11. Ну это можно сделать только вот такими статистическими, бюрократическими махинациями. На черту понятия. Да конечно. И для этого ничего не надо делать. И все понимают, что вот всерьез задача не решить. Российская экономика пока не закрылась окончательно от внешнего мира. И если в последние годы ее влияние на глобальные тренды свелось к минимуму, обратное утверждение было бы неверным. Россия по-прежнему серьезно зависит от состояния мировой экономики. А там все далеко не так безоблачно, как хотелось бы. У бурного восстановления развитых стран есть своя ложка дегтя. По мере выздоровления рынка труда и разгона инфляции растут опасения, что Центробанки и прежде всего Федеральная резервная система США начнут сворачивать стимулы. Вышедшие в минувший четверг неожиданно хорошие данные с американского рынка труда привели к распродажам на фондовом рынке. Инвесторы опасаются скорого повышения ставок. Коррекция не переросла в обвал. Руководство Федрезерва твердо стоит на позиции, что рост потребительских цен не носит системного характера. Свой сценарий того, что может произойти, если правы окажутся оппоненты американского регулятора, нарисовал Сергей Алексашин. Осенью ФРС неожиданно осознает, что инфляция грозит выйти из-под контроля и начинает закручивать гайки. И начинает количественное сжатие, начинает повышение процентной ставки. Ну и здесь что-то вы как-то разогнались. И вот там экономика, которая пошла вверх, ее начнут давить вниз. Ну и дальше, конечно, реакция на финансовые рынки, потому что повышение процентных ставок приведет к тому, что котировки акций упадут, цена облигаций начнет падать. Ну и в общем на финансовом рынке тоже начнутся какие-то серьезные потрясения. Если гипотеза о том, что рост процентных ставок приведет к падению котировок акций и облигаций, это означает, что пенсионные накопления американцев обесценятся. В какой-то части. Это означает, что пенсионные фонды, которые в том числе на уровне штатов, у них возник дефицит ресурсов, им нужно будет искать какие-то деньги. Отлично, но вот такой постепенно нарастающий, усугубляющийся финансовый кризис, который может дать... И ФРС обратно включить. И дальше, вот ФРС сталкиваясь со всем этим делом, он говорит, так, или мы сейчас снова начинаем включать печатный станок, или мы возвращаемся к тому, что называется сегодня контроль за процентными ставками. Мы говорим о том, что Федеральная резервная система декларирует о том, что ставки по американскому госдолгу не будут повышаться. Методами ручного управления, которые они возьмут с одной стороны у президента Путина, с другой стороны вспомнят, как все это было в годы Второй мировой войны и первые годы после нее. Американские банки скажут, и им скажут, и американским банкам, что надо покупать госдолг по тем ценам, которые есть. Вот хватит вам, ребята, жаровать, вот скупайте. Вот вам ценники каждому отдельно, и будете покупать как миленькие. Ну, ВТБ же покупает, тратит. Ну, вот да. Соответственно, все американские банки должны будут покупать. Вот. Ну, это, в моем понимании, это, как называется, да, это откладывание решения проблемы на потом. Очевидно, что это краткосрочное решение бюджетных проблем, но с точки зрения экономики, это абсолютно деструктивное решение, потому что вот цена, процентная ставка, процентная ставка по государственным облигациям в Америке, это вот такая базовая цена денег. Да, и когда вы говорите, что у нас цена денег исчезает, ну, вот смотрите, там, в России, что происходит, когда цена на сахар начинает регулироваться чиновникам, на подсолнечное масло и так далее. Вопрос в том, что произойдет, если в результате обвала фондовых рынков включение печатного станка перестанет надувать биржевые пузыри и будет выливаться в потребительскую инфляцию. Как в этом случае лечить экономику, никто, похоже, не знает. Сегодня ФРС и там Европейский центральный банк, да, Банк Англии и так далее, они работают, ну, что называется, в зоне неопределенности, да, потому что не было такого никогда, и вот опять. Да, то есть ситуация после кризиса 2008 года, она сильно нетрадиционна, не то, что было раньше. И поэтому говорить, вот как, вы знаете, вот если там в 79-82 годах было так, то и сейчас будет так. Это все-таки, наверное, не совсем правильно, да, потому что ситуация очень сильно изменилась. И, на мой взгляд, вот после кризиса 2008 года случилась такая штука, что когда ФРС или ЕЦБ печатает деньги и вталкивает их в финансовую систему, ну, там, выкупая активы, например, да, вот дальше отсутствует переходник между банковской системой и населением. То есть вот эти деньги, они застревают в банковской системе, спрос на кредиты со стороны компаний, со стороны реального сектора, там, кредиты или облигации, ну, в общем, есть, но он не фантастический, он растет в меру роста экономики, да, то есть он не сильно какой-то фантастически быстрый, или если там размещаются облигации по ставкам близким к нулевым, то, в принципе, банкам это не сильно привлекательно. И вот основная масса денег, которая напечатана, условно, там, центральными банками развитых стран, она застряла в финансовой системе, и она не вышла на население. Да, вот что изменилось в этот кризис, когда совмещение вот такой мягкой денежной политики и мягкой бюджетной политики, то есть когда фактически ФРС там финансирует американское казначейство, да, вот это и есть выход на рынок инфляции. На этой не слишком оптимистичной ноте время программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить, что полную версию интервью с Сергеем Алексашенко мы выложим на YouTube и в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь, смотрите, разговор получился очень интересный. С вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.